итак мой любимый медиги f2 купленный летом такой телефончик полгода его эксплуатирую очень доволен единственное уже пару раз уронил неловко повернулся и появились дефекты на бронированной пленки начнем с образора того что случилось у меня с бронированной пленкой ну вот эти за эти полгода которые я использую телефон во первых краешек очень сильно отбился здесь вот видите вот вот с резкость на эту вот вот не знаю почему люди до краешка я оставил место то есть пленка не торчит за контур телефона ну и не знаю видно будет нет вот видно сейчас в блике вы видите вот видите вот она трещина через весь экран плашмя упал на кафель ну по крайней мере экран точно спас но остальное все грязь больше дефектов нет ну вот из-за этой трещины я решил заменить стекло заказал опять же в том же магазине с жидкостью сейчас буду менять наборчик для наклейки пленки куплен стандартный у того же продавца что и прошлый раз он всегда присылает две штучки одно в подарок две жидкости две два набора салфеточек ну это как я понял пыль собирать dust absorber ну попробуем сегодня ну господа начнем с как говорится для того чтобы что-то приклеить надо сначала что-то отклеить значит для того чтобы корректно отклеить старую бронированную пленку использую такой медицинский инструмент давно у меня куплен очень удобный вот так вот за краешек берем и просто вот вот отпускаем вот и если вы обратите внимание вот пошел процесс вот видите с самым кончиком подцепляешь и пошел процесс отклеивания к сожалению целиком еще не разу не удалось мне снять вот вот и все так при внимательном осмотре видим что пыли практически нет только по контуру следы жидкости берем салфеточку влажненькую и начинаем аккуратно протирать здесь самое главное не торопиться вот и все таки вот и все таки вот и все таки Влажная салфетка всегда оставляет какие-то разводы, так что не стремитесь до идеала вычистить влажной салфеткой. Все следы клея стер я, теперь беру сухую салфетку и начинаю полировать, чтобы не осталось следов. Лучше начать с какого-то уголка, чтобы было видно. Не знаю как видно на экране или нет, сейчас покажу поближе. Добиться надо примерно вот такого вот. Во все стороны пошатаю, здесь тяжело показать черное. То есть вот добиваемся отсутствия разводов, ну и естественно отсутствия пылинок. Китайские тряпочки хороши тем, что не дают пыли. И вот так вот осматриваем. Так все чисто. Теперь берем вот эту жидкость. Первый раз, когда я делал, мне она очень понравилась. Отрезаем носик и чисто вдоль контура наносим ее. Тонненько, тонненько. Она сама отлично растекается потом. Она наносится точками. Идеально. Линии вы ее никогда не нанесете, потому что поверхность отполированная. Так, теперь берем стекло, вынимаем его из пакетика. Вот эта наклейка наклеена на защитном слое, который идет у нас к экрану. Вот видите, это стекло отличается от предыдущего тем, что есть вывес под камеру. На первом не было. Вот, снимаем пленочку защитную. И начинаем центрировать. Вроде все хорошо. Хорошо. И посредине, как рекомендуют они ляп. И постепенно все затечет. Сейчас я попробую увеличить немножко. Вот, прошу наблюдать. Сейчас, может, даже поднесу ближе. Вот видите, постепенно прилипает. Сейчас, как рекомендуют, я возьму карточку банковскую и попробую ей разравнивать. Катур, как рекомендУра, я ее сняла. Сейчас, как рекомендую, уделяю пакетика. И пришли к крючке. Вомендую, мы сняли пакетик. Что эти макетика – уделяя. Это эти макетика. Продолжение следует... Ну вот и всё. Осталось дождаться, пока жидкость сработает. А сейчас я попробую показать вам, как выгонять пузырики. Вот, видите, вот он пузырь. Сейчас, вот, вот он, вот. Карточкой. Медленно очень. Нажимаете, чтобы она упруго сконтачила. И очень-очень медленно. Видите, при приближении карточки уже пузырь начинает уходить. И уходит за пределы. Вот, видите, вот. Аж жидкость выступила. Всё. Вот так вот пузырьки выгоняют. Самое главное, не торопитесь двигать карту. Вот ещё, видите. Сейчас ещё покажу. Видно или нет? Вот, нет, плохо видно. Вот, 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 вот они. Вот они. Три пузырика. Вот, смотрите. Беру карточку. Вот так вот на изгиб ее. И медленно двигаю. Вот они. При приближении карточки они начинают убегать от нее. К краю. Вот, видите. Я двигаю, они убегают. Вот, видите. Сейчас поймаю. Вот. Всё. Вот последний сейчас уйдёт за пределы. Всё. Вот ещё пузырики, видите. Белые подсовываю сразу. Вот они. Вот. Пробую карточкой. Вот, видите, начинают приближаться. Они потихоньку двигаются от карты. Медленно. Ведите, не торопясь. Вот, видите, он бежит к краю. Вот и всё. Всё. Видите? Пузыриков нет. Всё. Чисто только пыль. И ещё остался вот последний пузырик. Вот он. И вот таким же образом. Вот видите, медленно-медленно. Самое главное, не торопитесь никуда. Вот. Всё. Всё. Последний пузырик выгнат. Теперь начнём следующий телефон клеить любимой жены. Она повеселилась посильнее немножко, чем я. У неё вот здесь вот разбито достаточно сильно. Вот, видите. Это прям как кусочек отколотый здесь тоже. И всё это около динамика. Так, больше. А, и вот скол ещё у неё. В общем, ну, вечного ничего не бывает. Но зато, по её просьбе, я ей купил вот такую рамочку. У неё нет дырочки под стекло переднюю, под камеру переднюю. Но зато у неё есть вырез под динамик. А вы сами видели, что в районе динамиков как раз вот этих все бяки сколотые были. Так, снимаем аналогично. Волшебный инструмент остреньким краем подцепляем. И процесс пошёл. Да. У неё здесь побольше даже трещин, чем у меня. Так, у неё все углы поломаны. Хорошо приклеилось. Вот здесь начинаем. Вот, пускай плавно отходит. Вот, видите, плавненько идёт процесс. Самое главное не торопить его, иначе ломаться начнёт. И ни в коем случае не опирайтесь вот этими железками на сам экран. Только на край корпуса. Он у меня в чехле силиконовый. Вот на силикон я облокачиваюсь. Вот видите, как хорошо идёт. Сейчас покажу экран, может лучше видно будет. Вот, видите как. Вот. Всё. Видите, чем отличаются? Вот, у этого есть вырез под блок динамиков, а у этого ровный край. На выкидку начинаем тереть. Здесь только китайцы могут положить такую маленькую половую тряпку. Так. 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 многие советуют выключать телефон во имя вот этих процессов но мне удобнее вот так вот чтобы в любой момент можно было засветить экран и увидеть так скажем в другом ракурсе его так вроде все здесь вот осталось у меня немножко нанесу по краешку так не хватило на полный круг сейчас вторую откроем здесь даже инструкция есть для этого клея пакетик открываем отрезаем самую верхушечку вот так вот так вот самую верхушечку маленькую тоненькую и до конца доводим повторяю не стремитесь непрерывной полосе клей клейкого этого вещества потому что этот клей никогда не нанесешь непрерывно на отполированный экран все аналогично снимаем защитную пленочку и не касаясь той стороны который идет к экрану аккуратно так даже можно посмотреть через увеличительное стекло как она центрировалась это окей и 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 не торопясь картой выгоняем воздух. Опять, конечно, получились пузыри внутри, но это все очень легко делается. Вот и все. Ровненько, красивенько, аккуратненько. Повторюсь еще раз. Самое главное не спешить. Я это делал, так скажем, второй раз в жизни. Видите, и вполне сносно получен. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok